Всем привет. В этом видео я расскажу о том, как заменить в ноутбуке жесткий диск, а также оперативную память, систему охлаждения или другое оборудование. Покажу, как это сделать физически и какие трудности у вас с этим могут возникнуть. А также кратко остановлюсь на том, как правильно подобрать жесткий диск для вашего ноутбука. Поехали. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Причины, по которым владельцы ноутбуков решают заменить накопитель новым, как правило две. Это желание повысить производительность компьютера, увеличить объем дискового пространства или восстановить работоспособность, если родной жесткий диск вышел из строя. Тем, кто хочет увеличить быстродействие ноутбука, лучше установить на него вместо жесткого HDD диска хороший твердотельный SSD, характеристики скорости чтения и записи которого значительно выше. Но если главное для вас вместимость накопителя, выбирайте обыкновенный жесткий диск. Да, они в 1-2 порядка медленнее SSD, зато стоят дешевле. Кроме того, жесткие диски надежны и твердотельны в плане сохранности информации. Восстановление данных с неисправного HDD диска возможно практически всегда, если не повреждены магнитные пластины. А с SSD в этом плане могут возникнуть трудности. О том, как восстанавливать данные как с HDD, так и с SSD дисков, у нас на канале есть целая серия видео. При желании можете посмотреть. Несколько ссылок оставлю в описании. Прежде чем приступить к покупке и установке нового диска, нужно сначала определиться с тем, какой диск вам нужен, чтобы он подошел к вашему ноутбуку. Интерфейсы подключения нового и старого накопителей в идеале должны быть одинаковыми. Почти все ноутбуки, выпущенные в последнее время, поддерживают подключение накопителей по интерфейсу SATA. Исключение составляют некоторые ультрабуки и нетбуки с интегрированной флеш-памятью, как на спартфонах или планшетах, или с поддержкой только тонких SSD стандартов mSATA или m2, но о них мы сейчас говорить не будем. Вот так выглядит разъем SATA. Если ваш старый диск имеет такой же, с поиском замены проблем не возникнет. На древних машинах, выпущенных до появления SATA, диски подключаются широким шлейфом по интерфейсу IDE. Найти новый винчестер этого формата сегодня почти невозможно. Поэтому, скорее всего, вам придется подключать вместо него диск SATA через адаптер-переходник. Но учтите, что подобная замена актуальна только в случае поломки родного жесткого диска. Новый, каким бы шустрым он ни был, будет передавать и получать данные с той же скоростью, что и старый. Форм-фактор и толщина. От габаритов жесткого диска зависит, поместится ли он внутри компьютера. Стандартные винчестеры для ноутбука выпускаются в двух форм-факторах – 2,5 дюйма и 1,8 дюймов. На замену старому подойдет диск аналогичного форм-фактора и такой же или меньшей толщины. Но в последнем случае придется подкладывать под него уплотнители, иначе будет вибрировать. Ну и наконец, как же достать из ноутбука старый жесткий диск и установить новый. Чаще всего достаточно снять нижнюю крышку устройства, открутить несколько винтов, которые держат диск. Потом извлечь его и вставить новый. У многих моделей дисковый отсек имеет отдельную крышку. На таких машинах замена накопителя максимально упрощена и отнимает не более 3-5 минут. Для извлечения и установки жесткого диска вам понадобится только крестовая отвертка. Первым делом отсоединим от ноутбука блок питания и аккумуляторную батарею. Это важно. После этого возьмем отвертку, выкрутив винты нижней крышки и снимем ее. Далее открутим винты, удерживающие накопитель, если такие есть. На некоторых устройствах жесткие диски не прикручены, а просто плотно вставлены в отсек. С противоположной стороны от разъема может находиться язычок для извлечения диска. Если он есть, потяните за него, чтобы жесткий диск немного сдвинулся назад. После этого вы сможете его достать. В вынутый диск может быть помещен металлический слот или резиновый кожух. Снимите их и закрепите на новом накопителе. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Установите его на место старого, зафиксируйте винтами и поставьте обратно снятые крышки. Продолжение следует... 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 Под этой крышкой мы видим все, что мне нужно... Вот оперативная память... Чтобы отсоединить ее, отогните фиксаторы, после чего она поднимется... Аккуратно вытащите ее из слота. То же сделайте и с другой платой, если их две. Новую плату вставьте в слот и нажмите на нее, чтобы защелкнулись фиксаторы. Что касается выбора новой планки оперативной памяти. Новая память обязательно должна совпадать со старой по типу DDR2, DDR3, DDR4 и т.д. Он, как правило, указан на самой планке памяти. Необходимо обратить внимание на максимальный объем, который поддерживает процессор конкретного ноутбука. Эту информацию производители обычно указывают в характеристиках процессора. То есть, скорее всего, не получится две планки по 512 Мб заменить на две планки по 8 Гб. Аналогичным способом демонтируется Wi-Fi-модуль ноутбука. Вот как он выглядит. Модель Wi-Fi-модуля обычно указана на нем. При выборе Wi-Fi-модуля всегда внимательно читайте описание. Обычно продавцы пишут, для каких ноутбуков подходит данный модуль, а для каких – не подходит. Бывают ноутбуки, в которых вообще никак не заменить VLAN-карту. Там прописана какая-то привязка в BIOS и ноутбук работает только с той конфигурацией карты, которая установлена с завода. Это свойственно устройствам от HP или Delve. О том, как бороться с перегревом ноутбука я расскажу в следующем видео. Но, тем не менее, раз уж мы открыли эту крышку, под ней вы также можете увидеть систему охлаждения ноутбука. Если по какой-то причине нужно заменить кулер, то его достаточно открутить, отключить разъем питания и вытащить. Заменить вышедший из строя вентилятор ноутбука можно только на такой же, так как конфигурация, высота и распиновка разъема у каждой модели строго индивидуальны. Кроме того, на ноутбуках с двухвентиляторной системой охлаждения различают правый и левый кулер, которые нельзя менять местами. Модель кулера обычно указана на корпусе. В следующем видео смотрите о том, как почистить ноутбук от пыли. Я детально покажу, как полностью демонтировать материнскую плату, систему охлаждения и заменить термопасту на процессоре или чипсете. На этом все, ставьте под видео лайк и подписывайтесь на канал Hetman Software, задавайте интересующие вопросы в комментариях. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok